Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о деятельности регионального управления Государственного комитета судебных экспертиз. Будем говорить сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь! Вячеслав Владимирович Близнец, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, полковник юстиции. Родился в 1961 году в Хоникском районе Гомельской области. В 1979 году призван в армию. Воинская служба проходила в Московском военном округе в отдельном батальоне связи главного штаба ракетных войск стратегического назначения. В 1981 году Вячеслав Близнец приходит на службу в Светлогорский отдел внутренних дел. Поступает в Минскую высшую школу МВД СССР. Вскоре начинает работать следователем. В 1993 году назначен на должность заместителя начальника ГРОВД по следствию. Начальником следственного отделения в 1999 возглавляет Следственный комитет при МВД Республики Беларусь по городу Светлогорску и Светлогорскому району. Это следственное подразделение на протяжении ряда лет занимает лидирующие позиции в области. В 2004 году Вячеслав Близнец переходит на службу в следственный аппарат области. Ему присваивается звание полковник милиции. В 2007 году возглавляет экспертно-криминалистический центр УВД Гомельского облсполкома. В связи с образованием в 2013 году Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь назначен на должность начальника регионального управления. За успехи в работе Вячеслав Близнец неоднократно поощрялся руководством МВД, награжден холодным оружием, медалями за безупречную службу всех трех степеней. Вопросы, которые касаются деятельности управления Государственного комитета судебных экспертиз, прямо сейчас можно задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вячеслав Владимирович, Ваша профессиональная биография очень тесно связана со следственной деятельностью. А помните самое первое дело, которое Вам поручили? Ну, впервые с уголовными делами я столкнулся в 1985 году, когда проходил учебную практику, будучи слушателем Минской высшей школы в Светлогорском РВД. Это были уголовные дела, связанные с незаконным приобретением и хранением наркотических средств. По сути, это первые дела в Светлогорске в отношении наркоманов. А свое первое самостоятельное уголовное дело, я расследовал это по факту дорожного транспортного происшествия, которое имело место в 1986 году в городе Светлогорске. В результате ДТП погиб один из пассажиров легкового автомобиля. Дело было довольно сложное в том, что четверо пассажиров, включая водителя, все находились в состоянии алкогольного опьянения и при допросах избрали тактику, то есть вину на случившееся переложили как раз на погибшего. И предстояло изобличить всех этих лиц, установить виновное лицо, поэтому довольно пришлось поработать. Вам это удалось? Да. Были с собой довольны? Да. Ну, конечно. Вообще, что было самым сложным для вас в этой профессии? Бывало ли страшно? Ведь с разными ситуациями пришло сталкиваться. Самое сложное в работе следователя, я считаю, что это умение установить психологический контакт с допрашиваемым лицом. Будь то потерпевший, либо это подозреваемое лицо. Главное расположить, чтобы человек тебе доверял и получился действительно диалог. Что касается, было ли страшно? Честно говоря, было страшно. Особенно в лихие 90-е годы, конечно, пришлось столкнуться с многими факторами, которые сейчас бы, конечно, даже, возможно, несколько себя по-другому может повел. Угрозы поступали? Угрозы поступали. Поэтому страшно было, в первую очередь, не сколько за себя, а сколько за своих родных и близких. А так, следовательно, по сути, он привыкает, потому что постоянно урожает либо неприятности по службе, либо угрозы физического характера. Но человек, который избрал для себя работу в правоохранительном органе, должен уметь предавать, преодолевать этот страх. Ну, кто-то привыкает, а кто-то уходит. И тоже, наверное, людей нельзя в этом обвинять. Для тех, кто еще только делает свой профессиональный выбор, что бы вы могли посоветовать? Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть следователем? Ну, здесь, как бы, человек, во-первых, должен четко понимать, в связи с чем он поступает на службу правоохранительного органа, должен понимать, что материальных благ служба правоохранительного органа не принесет. Поэтому те, кто наивно полагает о том, что вот, будучи на службе, будь то в Следственном комитете, либо в подразделении коронавирусных дел, и сумеет разбогатеть, это просто сказки. Я считаю, что если человек пришел, он должен добросовестно относиться к выполнению своих служебных обязанностей, соблюдать законность. А по сути, главный принцип, который я по жизни у меня всегда, надо оставаться человеком. В полном смысле этого слова. Работа очень напряженная, есть в ней и ночные дежурства, и стрессы ежедневные, а часто это бывает сложно выдержать в семье. Вы наверняка это знаете. Вас семья поддерживала? Да, я уже сказал, что мне в этом плане повезло с супругой. Она человек понимающий, всегда мне помогала. Как бы там ни было сложно на службу, бывало, что домой прибежишь буквально на несколько минут, позавтракать, поужинать, даже побриться после ночного дежурства и снова на работу. Поэтому прекрасно понимала. Никогда у меня в этом плане упреками, как обычно бывает. В принципе, все и дети то же самое, как бы с пониманием относились о том, что от отец работает в правоохранительных органах. И дети сделали такой же практически выбор, тоже путь служения Отечеству. Как вы к этому отнеслись? По сути, да. У меня практически вся семья, вот так получилось, сложилось по жизни, что работает в правоохранительных органах. Дети у меня сами избрали свой путь в жизни. Я, как отец, ну, немножко, слегка, можно сказать, так, корректировал немножко, да, подсказывал. Дочь у меня закончила Академию МВД Республики Беларусь. И после окончания продолжила службу таможенной службы, где она сейчас работает, равно как ее муж. Сын закончил военно-транспортный факультет Белорусского университета транспорта, стал кадровым офицером, в настоящее время является слушателем Института национальной безопасности. А супруга работает в управлении Следственного комитета по военно-минской области. Но не отговаривали детей? Нет. Предоставили этот выбор полностью, да? Три года назад из разрозненных подразделений экспертов разных служб и ведомств был создан Государственный комитет судебных экспертиз. Надо сказать, что подобного опыта, в общем-то, у наших соседей нет. А на что опирались, когда строили эту работу? Ну, решение о создании в стране единого такого экспертного ведомства, честно говоря, витала эта идея еще 20 лет тому назад. Ну, а вот в 2013 году в рамках проведения реформирования правовой системы в Республике Белорусского президента было принято решение об объединении всех экспертных подразделений правоохранительных органов МЧС, МВД и Государственной службы медицинской судебной экспертиз, Министерства юстиции в одно ведомство. И, как показала жизнь, это было правильное решение. Она позволила консолидировать все силы, направленные на осуждение судебно-экспертной деятельности. Действительно, по советскому пространству подобных фактов пока нет. Я хочу сказать, что буквально несколько дней назад в Минске под эгидой Государственного комитета судебный экспертиз прошла научно-практическая конференция с участием судебных экспертов нашей страны, Российской Федерации, Украины, Казахстана, а также страны Евросоюза. И вот, судя по докладам выступавших на конференции участников, они проявляют искренний такой неподдельный интерес к этому опыту и примеряют на свое национальное законодательство. Я считаю, что это свидетельство о том, что ВСКС приобретает авторитет в сфере. Кроме этого, тоже в текущем году Старственный комитет получил приглашение вступить в Европейскую ассоциацию судебно-экспертных подразделений. Вячеслав Владимирович, судебно-экспертная деятельность, понятие настолько широкое, что рядовому гражданину, простому обывателю, наверное, это даже сложно себе представить. Расскажите, пожалуйста, какие задачи решают сотрудники этой службы? Ну, основные задачи, которые стоят перед Государственным комитетом, они сформулированы в законе Республики Беларусь в Государственном комитете судебно-экспертной деятельности 2015 года. Основная задача – это судебно-экспертная деятельность, что подразумевает под собой оказание услуг судам, органам дознания, уголовного преследования, установление фактических обстоятельств дела. Дальше, отсюда вытекают функции. Основная функция, конечно, это проведение судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам, материалам административных правонарушений. Также выполнение заданий органов, ведущих оперативно-экспертную деятельность, осуществляющим контрольную надзорную деятельность. Мы проводим экспертизы по заявлениям, по обращениям граждан. Одна из таких задач – это оказание квалифицированной помощи правоохранительным органам в работе на местах происшествия, то есть изъятие следового преступления, ведение криминалистических учетов и коллекций, лицензирование, контроль надзорной деятельности, в частности, контроль за качеством оказания медицинской помощи подразделениями Министерства здравоохранения, а также других медицинских учреждений, независимо от форм собственности. Ну и еще дополнительные ряд функций. На Ваш взгляд, сотрудничество с правоохранительными органами сегодня эффективно налажено? Оптимально? Я полагаю, да. Во всяком случае, в Гомельской области наше взаимодействие начинается буквально на раннем этапе. Это от совместно выезда на место происшествия и потом на протяжении всего процесса расследования уголовного дела либо раскрытия преступлений. Поэтому достаточно сказать, что основными заказчиками приведения экспертиз является Следственный комитет. На его долю приходится более 50,5% всех проводимых экспертиз. Дальше идет Министерство внутренних дел. 46,3%. Все остальное, это доля приходится на обращениях граждан и иных правоохранительных органов. Вообще, по каким критериям можно судить об успешности Вашей работы? Я так понимаю, что количественный показатель. Он, наверное, мало о чем говорит, да? Ну да. Основные критерии, которые характеризуют работу экспертного учреждения, можно сказать, что их три основных критерия. Первое всего – это законность в работе, что подразумевает собой отсутствие нареканий со стороны правоохранительных органов на работу экспертных подразделений, отсутствие повторных экспертиз с измененными выводами. То есть там, где выводы эксперта были подбернуты сомнению, были приведены к патронной экспертизе, и вывод оказался ошибочным. Следующий критерий – это результативность работы специалистов на местах происшествия. Ну вот как бы основные критерии, по которым и оценивается работа. Хочу сказать, что в Гомельской области в этом плане основные показатели, по большинству показателей у нас достаточно высокие. Мы конкурируем в этом плане с городом Минском и Минской областью, а по некоторым показателям даже и превышаем. Ну это да, это говорит само за себя, что если уж столичных вы, экспертов, в чем-то обгоняете, значит, действительно все правильно. Но тяжело ли было формировать штат сотрудников, потому что люди пришли из разных служб, где у них были сложившиеся отношения, было место в этой иерархии. А здесь им нужно как-то заново приспосабливаться, взаимодействовать. Были ли сложности на этом этапе? Сложности были, действительно, потому что в результате создания взрослого комитета произошло объединение людей разных по образовательному уровню, понятно, по стилю жизни. Вообще это люди и аттестованные, то есть это офицеры, и в то же время гражданский персонал. Это, в частности, медицинский персонал, применительно к нашему управлению. Некомплект составлял на момент, на 1 июля 2013 года, более 100 штатных единиц, особенно большой некомплект, это в медицинском персонале. Но буквально мы год потратили на то, чтобы ликвидировать некомплект, практически укомплектоваться. И я, как руководитель, полагал массу усилий для того, чтобы коллектив как раз объединился, и различий между аттестованными сотрудниками и работниками управления у нас не было. Продолжим еще эту тему. Вячеслав Владимирович, у нас есть телефон, звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер вам. Алло. Мы вас слышим, добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, продолжайте и не останавливайтесь. Добрый вечер. Вот такой вопрос серьезного характера по моральному ущербу, материальному. Два года назад примерно в районе Советского, Советская района, это самое, около подъезда, была испорчена машина. Примерно по тем временам 17 миллионов ущерба. Приехали сотрудники, все это сделали, нашли мы отпечатки, все это полностью пальцев, все это собрано, все ухудшую полностью, и до сих пор никакого результата, ни всего, не абсолютно. И там даже отпечатки, ну ладно, обувь, я там понимаю, что обувь может быть, ну, во всяком случае, может быть, это не так. А отпечатки пальцев, и все это такое. И насколько это можно ожидать, когда могут быть отпечатки, и как они могут быть, и когда, или какой результат, и, конечно, что к чему, как. Спасибо. Спасибо. Я понял. Суть вопроса. Ну, исходя из объяснений, я бы сказал, что, конечно, вопрос с исследованием вещественных заказов, это находится в нашей плоскости, но вместе с тем, установление обстоятельств совершенных, и установление лица совершившего поступления, это прогрессиво следственных подразделений. Поэтому я бы рекомендовал вам обратиться ко мне на личный прием, я готов принять практически в любое время, телефон 22-34-55, и мы с вами выясним детальные все обстоятельства, значит, по взаимодействию с Управлением Следственного комитета по Голливудской области, я думаю, что мы найдем как раз разумный компромисс в этой ситуации, Спасибо. Вячеслав Владимирович, давайте продолжим. Я хотела бы узнать о деятельности экспертов. Являются ли ваши сотрудники узкоспециализированными, или, к примеру, баллистик может еще и графологическую экспертизу выполнять? Понятно. Все зависит от направления судебной экспертной деятельности. Применительно, допустим, если взять экспертов криминалистов, то они, как правило, имеют несколько допусков. Например, выпускники следственных экспертных факультетов Академии МВД имеют 7 криминалистических допусков. Это право на проведение дактилоскопических, тросологических экспертиз, дальше холодного оружия, баллистические и еще ряд экспертиз. Применится к медикам, здесь уже идет узкая специализация. Действительно, есть государственные медицинские и судебные эксперты. Они занимаются, к примеру, исследованием тел умерших, либо свидетельствованием живых лиц. Есть направления гистологические экспертизы, химические, судебно-генетические и судебно-биологические. Применительно к специальным техническим экспертизам. Там тоже сугубо узкая специализация, но миссистем в отдельных моментах, например, как у нас есть специалисты в области фоноскопических экспертиз, то в отсутствии, допустим, у нас достаточно количества экспертиз в целях обеспечения работы этих специалистов, они прошли переобучение и в настоящее время проводят еще исследования радиоэлектронных устройств. Поэтому мы специализацию здесь решили. Смежные? Да, да, да. Осваиваем. Есть, наверняка, экспертизы, которые наиболее часто вам приходится выполнять, такие обыденные и какие-то очень редкие. Вот можете припомнить такой случай, который, может быть, был единственный раз за эти три года? Или, в общем-то, вся эта деятельность одинаково хороша? У меня, конечно, как руководителя впечатлил случай, когда ко мне на личном приеме обратилась женица Куменского района с такой вот необычной просьбой. Несколько лет тому назад у него в дорожно-транспортном происшествии погиб сын. Причем по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия лицо было изуродовано достаточно сильно. Значит, после приведения определенных исследований, конечно, мать похоронила его. Ну, а спустя некоторое время одна из сердобольных соседок сказала, что якобы это был не ее сын, а ее сын на самом деле жив и где-то проживает отдельно. И женщина просто вот действительно у нее закралось сомнение, и она обратилась к нам с просьбой, чем мы можем помочь. Поэтому мы провели судебно-генетическую экспертизу образцов крови, которые у нас хранились в архиве. Они хранятся у нас порядка десяти лет, сиятые с места происшествия в случае гибели человека. И подтвердили, что действительно это ее сын. Тем самым как-то успокоили мать, что все-таки сын. Хотя, конечно, сына не вернешь, но вместе с тем в какой-то мере. Вот это один из видов. Недавно буквально пришлось исследовать изъятые у преступников награды временной Великой Отечественной войны и устанавливать номер медали и владельца. Поэтому это уже требует... Потому что были стерты номерные обозначения. Но с применением современных медалей нам удалось установить номер и затем по архивам установить истинного владельца, у кого была похищена вот эта медаль. Ну и содержимое солдатских медальонов тоже, кстати, тоже приходилось нам исследовать. И были положительные результаты. И вот просто испытывали гордость накануне Дня Победы. Это вот пять лет тому назад как раз мы столкнулись с этим случаем. Мы помогли родственникам, живущим на Украине, установить место гибели их отца. Спасибо. Как раз накануне. С возможностями экспертов ознакомились и корреспонденты нашей программы. Давайте посмотрим сюжет. Это процедура в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области проходит дважды в год при переходе на зимнюю или летнюю форму одежды. С одновременной проверкой наличия служебных жетонов и удостоверений, а также комплектности так называемых тревожных чемоданчиков. Специфика работы многих офицеров управления такова, что необходимо быть готовым в любой момент по тревоге выехать на место преступления. Причем далеко не обязательно в самом Гомеле. Впрочем, касается это не всех. Специалисты отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз работают прежде всего непосредственно в лабораториях. Это действительно профессионалы своего дела. Все без исключения дипломированные медики, прошедшие специальную дополнительную подготовку. Современное оборудование позволяет им проводить анализы с высокой степенью достоверности, причем в различных областях. От установления отцовства до раскрытия правонарушений по минимальным следам, оставленными вероятным преступникам. Наша лаборатория укомплектована современным оборудованием для проведения анализа ДНК. Анализ можно провести, даже используя малое количество биологического материала. Например, достаточно одной клетки для проведения исследования и идентификации лица, от которого мог произойти биологический материал. В секторе строительно-технических экспертиз с особо опасными преступниками дел не имеют. Зато здесь могут без проблем решить земельный или имущественный спор между родственниками или соседями, длящиеся уже не одно десятилетие. Еще одно востребованное направление – определение качества строительных работ. Недовольных граждан столько, что без работы эксперты не остаются. Казалось бы, и конкуренция в этой сфере немаленькая. Однако фирм, называемых в народе халтурщиками, в Гомельской области все еще хватает. Они считают, что там это сделано некачественно, обращаются в суд, и уже суд нам назначает экспертизу, и мы уже устанавливаем в соответствии со всеми нормами и требованиями выполненные эти ремонтные работы. И чаще всего, конечно, в последнее время качество у нас хромает, потому что в основном все делается не очень в соответствии с требованиями всеми. То есть особенно даже вот окна, полы, установка дверей, стены, потолки. То есть чаще всего оно не соответствует требованиям всем. То есть сделано, да, аккуратно, но если уже брать полностью все требования, которые приявляются к данному виду работ, то они выполнены не в соответствии с требованиями. Бывает такое, что и в соответствии с требованиями. То есть все сделано хорошо. Хватает работы и у специалистов Гомельского межрайонного отдела. Именно сюда попадают автомобили, вызывающие подозрения у правоохранительных и контролирующих структур. Во-первых, многие наши граждане все еще стремятся приобрести настолько подержанные, а то и побывавшие в аварии авто, что определить на них идентификационный номер часто может только эксперт. Еще одна проблема приобретения иномарок, изначально не предназначенных для нашего климата. В результате чего машины очень быстро ржавеют. Специалисты вообще советуют проводить экспертизу до заключения сделки купли-продажи, что позволит обезопасить покупателей от многих неприятностей. Хотя по сравнению с недавним прошлым, откровенно украденных автомобилей с перебитыми номерами сейчас все-таки стало меньше. Два года назад, когда пошел поток автомобилей из Российской Федерации, то достаточно часто выявляют случаи, когда были изменены идентификационные номера. Сейчас поток закончился автомобилей с Россией и, соответственно, к нам приезжают в основном уничтоженные коррозии автомобилей. Посмотрите диалог. Гость нашей передачи. Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, полковник юстиции Вячеслав Близнец. Вячеслав Владимирович, экспертная деятельность требует очень мощной материальной базы. Это понятно. Насколько сегодня вы довольны тем, что есть у вас в лабораториях и подразделениях? Я хотел бы сразу сказать, что управление в достаточной степени обеспечено оборудованием, позволяющим проводить довольно серьезные экспертизы. Но, вместе с тем, последние, особенно полтора-два года, в значительной степени материально-техническая составляющая нашего управления улучшается. Я бы хотел сказать, что буквально недавно криминалисты получили в свое распоряжение ценокрылатную камеру. Она представляет собой устройство, позволяющее обнаруживать следы пальцев рук на так называемых проблемных поверхностях. А что самое сложное? К примеру, женская сумочка и даже кошелек. Потому что обнаружить следы, отпечатки следов пальцев рук на поверхности сумочки довольно сложно. Поэтому как раз цена крылата используется в этой степени и позволяет практически очень качественно обнаружить и в дальнейшем изъять, и использовать в исследовании. Дальше значительно укрепилась материально-техническая база специалистов, проводящих компьютерно-технические экспертизы. Получены современные автоматизированные рабочие места. Исследования радиоэлектронных устройств. Используется оборудование, которое в свое время использовалось в Федеральном бюро расследований. Поэтому довольно серьезное оборудование. Буквально завтра, вот мне поступила информация, мы получаем хроматомаспектрометр, значит, кстати, приобретенный за счет средств, выделенных Гомельским областным исполнительным комитетом. За что я бы хотел еще искренние слова благодарности высказать и руководству области. Как раз они поддержали, сумели в это сложное такое время все-таки изыскать возможности выделения средств. И мы таким образом укрепим приборную базу областного управления в исследовании наркотических средств и психотропных веществ. Так называемые спайсы. Потому что исследование этого вида наркотиков способно только с помощью аналитического оборудования. Никаким другим оборудованием нет. Так и по другим направлениям мы еще дополнительно сейчас обновляем лаборатории в городе Мозыре, в городе Светлогорске, значит, и перспективы в городе Жлобине. Новые средства и методики для исследований появляются постоянно. Такое мы живем время, что уже, наверное, то, что три года назад использовалось, сегодня уже хочется заменить на что-то более мощное, более современное. Но приходится ли вам проводить экспертизы по тем делам, которые уже долгие годы лежали, и возвращаться к ним, поскольку тогда это было невозможно? Ну, я бы хотел привести пример. Вот буквально несколько дней тому назад на УАНТ было выступление председателя Государственного комитета судебных экспедиции Андрея Ивановича Шведа, в котором он как раз рассказал про такой случай, о том, что благодаря новым методикам, новому оборудованию удалось раскрыть убийство малолетней девочки, значит, 25-летней давности. У нас тоже есть подобные примеры. Это начиная и от тех же самых отпечатков пальцев рук, потому что все следы пальцев рук изъяты с нераскрытых мест происшествия. Там, где не установлено совпадение, мы перекодируем, то есть используем новые методы, более лучшим качеством, следы ладони, которые раньше не были задействованы как раз в исследовании сравнительном. Значит, и это помогает нам раскрывать преступления прошлых лет. И Умельская область как раз имеет очень хорошие показатели. И по генетике тоже это основное. Там, где старые уголовные дела ранее были пристановлены, из-за неустановления лиц, виновных в совершении преступления, мы сейчас пересматриваем взаимодействие и с подразделениями следственного комитета, управление внутренних дел, возвращаясь к этим делам, уже повторно исследуем, но с использованием же новых методов. И это дает свои плоды. Действительно, результат есть. Ну, помимо того, что вы сотрудничаете с правоохранительными органами, вы еще и выполняете какие-то заказы, да, это правильно будет назвать, от населения. Что вот сегодня нужно людям, да, какие наиболее часто запросы поступают в комитет? – Действительно, наряду с оказанием услуг правоохранительным органам, мы оказываем помощь населению, так называемая, на платной основе, проводим исследования. Самые различные, это и почерковеческие, это и баллистические, и генетические. К примеру, вот в настоящее время очень востребованы, почему-то в нашем регионе, это стали баллистические экспертизы, и как раз когда исследуется оружие, оно выведено из оборота, то есть оно практически не может быть использовано по своему направлению в качестве нестрельного оружия, но вместе с тем может быть использовано при реконструкции каких-то боевых действий. Поэтому мы вот активно работаем и с нашим музеем военной славы, дальше с реконструкторами, клубами, в этом плане мы проводим для них исследования, и потом это оружие используется при массовых праздничных мероприятиях и даже при съемках художественных фильмов. Я вот знаю о том, что наши реконструкторы, после того, как мы исследовали их оружие, там дали заключение, использовали при съемках того же самого фильма «Сталинград» Федора Бандрючка, и ради других фильмов. Кроме этого, что касается генетики, тоже очень востребовано. Мы уже провели порядка, в текущем году порядка полутора сотен подобных экспертиз. Результаты тоже довольно серьезные. И по другим видам. Вот мне интересно, кстати, по результатам подобных экспертиз. В каком проценте случаев какие-то опасения родители оказываются оправданными, а в каком нет? Ну, хотел бы сказать, что случаи бывают разные. По оценке специалистов нашего главка, порядка 25% всех фактов обращения граждан за оказанием подобной услуги, проведения генетической экспертизы, как раз мужчины не являются биологическими отцами детей. У нас такие факты тоже отмечаются. Есть подтверждения о том, что мужчина является биологическим. Но вместе с тем отмечаются факты. И имели место даже факты, когда мы устанавливали материнство. К примеру, женщина родила ребенка вне медицинских учреждений. В свое время не приняла мер регистрации в ЗАГСе. Значит, ну, потом возникли проблемы, конечно, где-то в детский садик или в школу. И уже необходимые документы. И нужно действительно подтвердить, что эта женщина является матерью ребенка. И такие факты есть. Очень интересно. А каких-то опасений, что перепутанные дети в роддоме, нет? С этим к вам не приходили? Пока нет. Таких фактов не было. Такой сценарий для мультивопера. Но мы готовы к этому. Ну, вы готовы. То есть поможете, разберете. Сколько это стоит, Вячеслав Владимирович? Наверняка очень недешево. Ну, готовясь к передаче. Я для себя поинтересовался, честно. Значит, для сведения, стоимость проведения подобной экспертизы на базе нашего управления, ну, примерно от 270 деноминированных рублей до 370. Для сравнения фирмы, работающие в городе Минске, стоимость проведения подобной экспертизы колеблется от 270 евро. Самая главная особенность состоит в том, что у них прямо на сайте содержится информация, что заключения не имеют юридические силы. Наши же заключения как раз-то напротив имеют юридическую силу и могут использоваться в судебных заседаниях как раз при отстании своих интересов. Кроме этого, мы проводим отбор образцов присутствия всех сторон, чтобы не было никаких нареканий. И причем в соответствии с трудом, в соответствии с установленными правилами отбора образцов. Поэтому нашим заключениям можно верить на 100%. Одна из самых главных проблем сегодняшнего общества, как мы уже немножко об этом говорили, это распространение наркотиков, курительных смесей, так называемых спайсов. Скажите, пожалуйста, какая роль здесь отводится комитету судебных экспертиз в борьбе с этим веществом? И почему так сложно? Это тянется уже достаточно долгое время. Есть ли заметные успехи? Ну, я думаю, что секрета здесь нет о том, что торговля наркотиками стоит на втором месте после торговли оружием по доходам получаем. Поэтому эта проблема характерна не только для нашей страны, это для всего, для всех стран. Что касается роли Государственного комитета, буквально с самого момента создания комитета мы активно включились в вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. Прежде всего, конечно, это исследование. Я сказал, что приборная база укрепляется. Дальше мы в ходе исследования и в ходе мониторинга ситуации, которые складываются в странах, допустим, Российской Федерации, на Украине, в взаимодействии с нашими коллегами, выявляем новые виды наркотиков и сразу тут же вносим предложение о унесении их в республиканский перечень запрещенных средств. Вячеслав Владимирович, у нас не так много времени до окончания программы, есть телефонный звонок. Давайте, пожалуйста, выслушаем, потом еще, если успеем, к этой теме вернемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем, пожалуйста, коротко и по сути. Я хотела попросить, у меня знакомая в прошлом году побила муж сильно, и она попала с травмами в больницу. А после больницы ей поставила судовая экспертиза, якобы у нее легкое повреждение здоровья. Она с этим не согласна. Сам участковый сказал, что он тянет на срок. Но ничего ему не было за это, за то, что он побил ее сильно, и впоследствии у нее болит и поясница, и голова кружится, и тошнота. Можно ли что-то еще уточнить? Надо независимую экспертизу медицинскую. Где это можно пройти? Спасибо за вопрос. Вы можете пройти подобную экспертизу у нас в управлении, судебно-медицинской экспертиз. Пожалуйста, обращайтесь ко мне на прием, и мы вам окажем содействие. Во-первых, прорицитизируем заключение первоначальной экспертизы. Насколько профессионально подошли наши специалисты как раз при проведении этой экспертизы? Вячеслав Владимирович, мы с вами говорили о роли комитета в борьбе с распространением наркотиков. Пожалуйста, я прошу вас, если помните, на чем остановились, то продолжите. Это мы остановились на том, что мы как раз-то вносим предложение о внесении изменений в этот республиканский перечень, и позволяем запретить оборот этих средств еще до того, как они пересекут границу Республики Безоруссия на раннем этапе. То есть шаг вперед. И новое оборудование у вас скоро появится? Да, мало того, что оно здесь в аппарате управления, и один из районных центров тоже получит хроматопектрометр, как раз более качественно. Слушай, будем надеяться, что эффективность этой работы повысится. Много ли людей, которые проходят через психолого-психиатрическую экспертизу, это еще одно направление деятельности, признаются действительно психически нездоровыми? Ну, в среднем в год наше управление проводит порядка от 500 до 600 подобных экспертиз. Ну, по оценке наших специалистов, порядка от 1 до 2% лиц, которые проходят эту экспертизу, признаются неуменяемыми. Ну, и настораживает то, что порядка 60% также испытуемых лиц имеют какие-то физические, вернее, психические расстройства. Поэтому достаточно серьезные проблемы. Становится ли эта цифра со временем выше? Нет, пока стабильна. На ваш взгляд, над чем еще комитету предстоит поработать в ближайшее время, чтобы систему усовершенствовать? Потому что чем больше людей, чем больше направлений, тем больше сложностей, это естественно. Какие вы видите, ну, может быть, не проблемные, но еще актуальные острые вопросы в этой деятельности? Ну, конечно, еще вопрос стоит по укреплению материально-технической базы. А он будет стоять всегда? Да. Прогресс тут устраняет? Создание условий работы персонала тоже. Мы, это действительно, создание условий нормального для работы персонала. Повышение качества экспертиз, потому что чего греха таить, еще до конца есть проблемы определенные по ряду направлений экспертной деятельности. Вопросы повышения результативности работы специалистов на местах происшествий тоже еще. Поэтому направлений достаточно. Внедрение новых видов экспертиз. Вот сейчас уже, допустим, у нас в центральном аппарате приступили к проведению исследований ДНК животных. Это по преступлениям, связанным с браконьерством. Факты незаконной порубки леса тоже, кстати, новое направление. Это проведение исследований. И могут наши специалисты уже определить по древесине буквально, где она была испилена, это дерево. Вячеслав Владимирович, как со стрессом справляетесь? Ну, стараюсь отвлекаться от работы, потому что я, как руководитель в этом плане и своим подчиненным стараюсь проявить чувство прекрасное. Поэтому у себя в управлении в течение года проводим различного рода конкурсы, мероприятия, турслеты, конкурсы художественной самодеятельности. В этом году выехали в экскурсию в Тулу, в Яснополяну побывали. Поэтому масса мероприятий. Все успеваете. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Вячеслав Близнец был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»